Это как бы мое первое интервью с такой семейной парой, я могу рассказать секрет, Валентин Смирнов и Антелика Шевченко. Я считаю вас героями чемпионата России и вообще это всего зимнего сезона, как бы, да, по-моему, вы, по-моему, контакт. Действительно, вот если будет опрос проводиться в группах, да, то я считаю, вот как раз сейчас делами чемпионата России являются именно вы. Хотя и Саша Мяков молодец сегодня, 8.23 показал, но я бы отдал первое место именно даже не кому-то, Балентину Смирнову или Антелике Шевченко, а именно вашей семейной парой, как бы. Поэтому я считаю, что действительно вы молодцы, поэтому хочу вас спросить, ну, как вообще проходит сезон, потому что чувствуется у вас, по-моему, какой-то открыл, там, второе дыхание, мне кажется. То есть, ну, видно, что, уже было видно, по-моему, в Петербурге, что Антелика там так активно, вот это так нацелилось на результат, и Авантина в Москве на русской зиме всех удивил, как бы, когда, наконец, побили ему рекорд этого Шабунина. Вот что пришло в этом году, какой-то вот, откуда, может, то, что вы вдвоем, как бы, откуда у вас это-за возникла, как бы, вот это такая новая. Ну, я так хочу начать, что мы, вот вы нас поздравили, сказали, что вы считаете, что мы молодцы в этой семье. Да, и все днем рождения, и у вас, как раз, получается, и Валентин, и святой Валентин сегодня, день рождения вчера был, то есть, как бы, у вас вообще какие-то все праздники, все как раз воедино. Я бы хотел сказать, что мы просто делаем свою работу, делаем ее честно, делаем ее качественно, и удивляем тренировочному процессу очень много времени, да, то есть, я, когда тренируем Шелику, я делаю это полноценное, ее уделяется полноценная тренировка, то есть, не то, что мы там, я бегаю, там, смотрю, как она где-то в стране и бегает, нет, то есть, мы приходим, она разминается, я смотрю, как она разминается, сижу за каждым ее движением, за ее работой руки, поэтому, это честная работа. Да, разрешу, я уточню, что Валентин Фурнов является официальным одичным тренером Андрея Кисовченко. Это не первый год, это не первый год, я работал с Анжеликой еще года четыре назад, после того, как, пять лет назад, как наш тренер умер, потом пробовали другие тренера, и вот с другими тренерами не получилось, и последний там год-полтора я опять занял с Анжеликой, и ее восстановление в ее форме, но она большая умничка, она сделала очень многое в этом году. И, по-моему, наверное, вот, может быть, то, что вот ее такие выступления, да, и в раз вдохновило, может быть, и вы по этому пошли нарисованы. Однозначно, когда она вчера выиграла, я, конечно, потратил безумно много эмоций, я кричал так во время бега, и даже слезы на глаза нашли, да, после ее финиша, но это были положительные эмоции, позитивные эмоции, поэтому я не боялся, что сегодня мне не хватит именно концентрации, не боялся, потому что это был позитив, и этот позитив, он мне сегодня помог вот в такой бегу. Я уже заметил этот позитив в Питере, видел, как вы переживали, когда она выступала на миде, да, как она выиграла миде, было видно, как вы радовались, как вы выступали, да, вот действительно, да. Конечно, я за нее всегда больше переживаю, чем за себя, так же, как и она может сказать, что она за меня переживает. А вас-то кто-то тренирует, сами себя тренируете, или у вас такие тренеры? Нет, у меня тренер Башков Владимир Анатольевич, тренер из Москвы, это тренер Саши Гуляевой, мы тренируемся у одного специалиста, но вот просто сейчас такая ситуация, что мы тренируемся на расстоянии. То есть он мне пишет планы, мы с ним все время обсуждаем, созваниваемся, мы с ним на телефоне. Анжелика помогает мне на основных тренировках, она там отсекает, говорит время по ходу каждого отрезка, если надо, снимает видео. То есть она и консультант получает, тоже как бы тренер, тренер-консультант, можно сказать. Она отправляет видео тренеру, чтобы он смотрел, какой бег, какая техника, и мы все это дело обсуждаем, вот в таком формате, получается у нас вот такой формат подготовки. И вы знаете, это может быть даже в какой-то степени лучше, нет никакого перегруза. То есть каждый делает просто как он считает нужным, а так как мы все профессионалы и взрослые люди, оно получается очень хорошо. Валентин, я еще раз повторюсь, что я сказал вчера Володе Никитинову, я верю, что наши российские спортсмены в групповой новости готовы уже через несколько лет, через год-два, выступать на уровне финалов мировых чемпионатов. Как бы, ну, Володя, как бы, немножко скромничал, он, как бы, меня не ответил на этот вопрос, как бы, и тебе. Вот вы-то, как бы, умудренный человек, более мудрый, как бы, считаете, мне кажется, мы близки к этому, правильно, можем мы. Близки, ну, вы знаете, я, наверное, без ложной скромности скажу, что все-таки я выигрывал очень сильных спортсменов. Я выигрывал очень сильных кенийцев, и здесь одерживал победу. И мой результат зимний 3.37-3.55 на русской зиме говорит о том, что мой уровень позволяет бороться за границей, я не говорю, что за призы, да? Но за финал уверенно. Да, действительно, так. Потому что меня осоздают, что я, как бы, подсказываю будущее, я не вижу ничего. Понимаете, я аналитически смотрю на результаты и вижу, что мы готовы уже к этому уровню. Готовы, однозначно, однозначно готовы. Тем более, вот, вас вдвоем, вы, вы, Володя Никитин, как бы, уже есть, ребята подрастают, молодежь. То есть, если Володя, которого мало кто знает в Европе, встанет, допустим, на чемпионате Европы и начнет бег, как он может начать, допустим, начав первые там 400 на 55, они не поверят, они не побегут, и это и есть, в этом есть какой-то шанс, понимаете. Наше оружие секретное. Да, это, по сути, секретное оружие, которому многие не готовы. То есть, все бегут, все что-то контролируют, но когда человек начинает на 55 секунд, ты не можешь это контролировать. То есть, это как секретное оружие, он может сработать, он умеет так бегать. Он, как он умеет, помогает в этом плане нам. Я, кстати, хотел бы сразу сказать, что у каждого спортсмена есть свое сильное оружие, не надо всех под одну ребенку закладывать, да. Володя турповик, Володя ломает психику во время бега спортсменов, он пытается сломать внутренне, физически, энергетически, всячески. И у него это зачастую получается, это его оружие. У меня другое оружие. И я не говорю, что кто-то из нас хуже, кто-то из нас лучше. Вы оба достойны, вы оба достойны медали, как бы, да, я понимаю, как бы. Просто надо понимать, что у каждого есть свои козыри, вот и все. Мы работаем над своими, наш козырь это финиш. Благодаря такой борьбе и по игру с новой рябой. Да, благодаря по игру с таким спортсменом, вот таким другим характером, и вот все зажилось, и получился такой классный рекорд. Это не слабый результат, 356. Ну, нам бы еще, чтобы ребята другие тоже потянулись за вами, с Володей, и было бы классно. Я бы хотел отдельно отметить Егора Николаева. Это потрясающий спортсмен с такой силой духа, и я надеюсь, что он в ближайшее время вернется к своим результатам. А я напомню его зимний результат, 3.38 личный, а летний 3.37. То есть этот спортсмен, спасибо. Этот спортсмен, когда восстановится, он может составлять нам достойную конкуренцию. Костя, Плохой Николаев, Молодой Павлов. У нас есть люди, и эти люди могут показывать классные результаты. То есть, Вера, Андрей, ну теперь вы еще и скажите, а то, потому что действительно, во-первых, что вы можете сказать по поводу дня рождения, вчера, снего и сегодняшнего дня Валентина, сколько в день Валентина все время мы делаем такое интервью. Что вы можете сказать? Я хотела сделать лучший подарок, и это золотая медаль. Я думаю, у меня удался подарок. Точно? Мы уж доволен, я довольна, и мы сейчас идем пить кофе и кушать, потому что мы очень голодны, и всем больше. А, Джоди-ка, какие планы на лет это будет? Будет где-то? Что вы скажете? А, Джоди-ка, тренера не будем. Скажите, Джоди-ка, скажите, какие планы? Вера будет и тысяча пятьсот интересные, и восемьсот. А, будет? Тысяча пятьсот и восемьсот будет? Ну, то есть, пока на пятерку, пока не переходим? Нет, это точно. Это не ее. Будем здесь, да? Спасибо большое вам. Надеюсь, вам удачи. Так держать, и все. Спасибо. Будем надеяться, все получится. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое вам. Удачи.